Сразу кино пошло. Так, вы снимаете? Снимайте с головой, а то у вас и дети тоже безголовые получаются. Ладно, поехали. Так, узнаешь? Академик. Академик. Чуть-чуть носик остался? Нету носика. Чуть-чуть, чуть-чуть. Спор любителя с профессионалом. Ну, короче, испорченный Академик. Клон Железова. Идем дальше. Это, наверное, последний или, может, найдем еще какой-нибудь. Так, не часто мы встречаемся, надо использовать. Идем дальше. Вот что я рекомендую. Смотри. Еще один вариант Амура. Подними, пожалуйста. Извини, что я командую этим кандидатом наук. Вот. Носика практически нету. Маленько есть. А, Вова похож. Но это сейня Самура. Значит, здесь по секрету, кроме тех, кто меня слышит. Дети испугались копивы. И вот это осталось дать тебе. Очень хорошо. Ну и к тому времени еще вот эти попадают. Теперь переходим к серьезным разговорам. Итак, память о бродском. Это сихоталинские абрикосы. Значит, в начале, первый год, все были желтые, мелкие. Давайте я поснимаю. Мелкие, несъедобные. Ну, давай, давай. Вот. Мелкие, несъедобные. Сейчас они все разделились. Этот желтый. Вроде бы все сихоталинские. Я по номерам. Нет, вот этот полностью желтый остался. Смотрите. Даже никакого нет. Да. А вот этот был ярко-красный. И меня есть шикарнейшая фотография. И бочок красный. Помнишь фотографию, где такая шикарная? Какая? Эта ветка наклонилась. И они были ярко-красные. А сейчас они еще зеленые, они покраснее. Итак, уже два варианта сихоталинса. Правильно? Ну да. Это у меня шестой и пятой. Вот. Ну вот, он еще не готов по этому. А, есть? Можно. Идем сюда. Смотри-ка, что соседу досталось. Он зачем-то полез на эту сторону. И там висит, вот если вот внимательно разглянив, там висит где-то 5 абрикосов. Все-таки это фильм. Идем. Вот сюда. Вот. Сколько здесь ели. Сейчас покажу удивительнейшую вещь. Смотри внимательно. Давай вот, вот, вот. Нет. Ешь. Соседу. Я туда не под... Пусть собирается. А еще подними, вот видишь, дерево. Вот оно. Абрикос на его территории. Ага. Это... Пять штук подарил. Вот. Пять штук. Теперь смотрим сюда. Особенность вот этого абрикоса. Люблю поговорить. Ну, прямо как облик. Как я. И не только один. Посмотри туда наверх. Посмотри, там все грузди такие. Надо сфотографировать. Потом сфотографировать. Это хорошая штука. Сейчас надо посчитать номер. Я их пронумеровал, потому... как бы обезличенный. В прошлом году, как давай менять окраску. Осторожно. Я вижу, вижу. Сзади эта коса. Так. Посмотрели, да? Тогда этот... Раз, два, три, четвертый это номер. Это четвертый. Теперь давай третий номер. Вот он. Подождите, а мы с той стороны считаем? Считаем отсюда. Это значит, да, четвертый. Вот он и не желтый. Остается второй и первый. Так. Видите? Вот. Здесь уже собрали несколько ведер вот с этого. Номер раз. Вот. И номер два. Посмотри, какие они. Вот они, вот. А я вижу. Вот они, последние. Вот. И самые невкусные. Проверим. Теперь. О вкусе поговорим. Ты сказала, что ты придешься того же мнения, что прямые половые контакты меняют характеристики супруга. Так. Прямые. Не потом все, вот. А прямые. А вот они, смотри. Жестковатый. Он остался таким. А те-то изменились. Так вот смотри. Самый. Так как у меня амуры испорчены, они стали желтыми. Скажи, тебе угощу. Вот. Амуром. То есть, будучи сеянцем, он не потерял качество амура. Он оказался в маму. Твердый. Твердый. Транспортабельный. Да, очень. Вот. Ну, а однотонный амур. Тот амур, те два амура, которые на том участке, три. Знаешь, чем они хороши? Они абсолютно сладкие. Они полностью изменились. Вот. Их соседи, королевские там, баи, украины, переделали под себя. Да, вот это, смотри. О, это кто-то большой. Это не на самом деле до 100 грамм. Съедим. И в этом году из-за дикой жары он как бы перешел из позднего в середнячки. Вот это должен быть вкуснейший. Вот это вкуснейший, да. Сейчас где-то там еще пару ягодок было. И вообще надо ворвля приезжать. Господа ученые. Все, нету. Пойдем искать небесу, что может пойти. Может и выключить пока или нет. А какие мы бы тайны отсюда? Так, так, так. Вот. Пойдем. Вот они, груши мои. Ну, это пока плохо видно. Они еще маленькие. Они еще маленькие. А здесь можно что-нибудь увидеть. Мне тут, когда косил пришлось все собрать. О! Ну-ка, смотрим сюда. Это что у нас? Ну что, сможешь попробовать? Конечно. Родинить придется с муравьями. Ничего страшного. Нет, муравьев вроде нет. Да, отламывайте. Да, отламывайте. Откуси с одного боку, а остальное кинь. Оставь муравьям. Я хотел, чтобы ты попробовал. Дар небес. Полностью изменен. Был в два раза мельче. И ярко-красный. А? Ну, господи, найти бы еще что-нибудь. А, это Серафим еще вчера лежал. А, косточка не отделяется у него. Ну, что я сделала. Так, какой писали, такой есть. Вот. Какая. Ну, ладно, нет так нет. Вот это что лежит. Вот. Ну, это уже то, чем муравьям. Вот сколько, смотри. Пусть лакомятся. Достаточно муравейник. То есть, никогда не убираем плоды, испорченные любые, из-под деревьев. Одно из глубочайших заблуждений. Из-под деревьев вычесать все. И очистить от травы. Очистить от травы, оставить всю подземную живность без еды. Ну, а мы так не делаем. Мы так не делаем. Нас уже двое. Мне тут спорился одной ученой-дамой. Не может такого быть, что вы во всем правы, а вся наука не права. Я говорю, нас двое. А тебя когда-нибудь припомнят? Дай опускать. Курдюма уже припомнили? Ай-яй-яй, зацепилась. И тебе припомнили. Вот. Что, нашла? Нашла кучу абрикосов. А, этот, ну, это бывшие. Пусть едят. Кусочки выбраны. Всегда возвращаем в сад. Это один из агрономических законов, который называется закон возврата. Что взял, то и верни. Так, теперь смотри. Ну, на том что... Оп, это дерево. Это дерево мы вместе прививали. На. Ну-ка, ух ты. Последний. Это еще один дарнибер. Так, сколько это же ему лет-то? Мы тогда привили целую грядку. Помню. А, это ты же, наверное, обязан помнить такие вещи. У меня вся жизнь один днем пролетела. Так. Где бы еще абрикос найти? Вот они едят. И они уже тут. А мы сейчас их сдуем и съедем. Так, ну все, конференция убрала. Ну, давайте еще чем-то ищем. Ой, какие яблочки-то. Скоро будут. Значит, смеяться будешь. У меня вот на тех деревьях, на Бельфор Китайке, очень много яблок. Дети уже раскатали губу. Будем продавать на рынке. Ох ты. А вспомни, сколько я гнила. Брус яблок. Помню. А я их не собрал даже. А я могу забрать. Мне есть, куда их расходовать. А все, теперь дети. Ну ладно. Вот это все они будут продавать на рынке. Ну и пусть. Нам тоже достанется. Ну давай посмотрим на родственника абрикоса. Слива. Слива. И мир востока. Вот так вот. Начинает созревать. Вот бедолага. Вся изрезанная. Но дает. Откуда черенки брать? Ну понятно дело. И посмотри, как это калечит. О, я нашла один абрикос. На веточке. Так, он твой. Вы его пока не снимайте, я его пофоткаю еще. Ой, у меня таких фоток сотен. Ну у вас. А у меня нет еще. Не с этого года. А, ну хорошо. На. Я хочу, чтобы наелась. Вот. Красавец. Ммм. Красавец. Это мои личные клоны. Ну не все идут в гиготизм. Но зато в косточках всех отборны. Косточка отделяется изумительно. Ну что, будем считать, мы пойдем на тот участок. Ну тогда пока заканчиваем. Да. Как говорится, улыбнитесь, у вас снимается скрытая камера. А мы еще с голым пузом. Ничего, я делаю поверх. Все. Пошли. Хорошо, значит, что-то будет. Я обязательно делаю так, чтобы в оглавлении была фамилия. Специально, допустим, Фоминич, Штовинич, Плюжелезов. Ну и дальше. Хорошо.